Вели Штылвилд, французский анабазис или паромщик. Полноводная Рона мерно несла воды свои, по всему было видно, что мы таки добрались до Франции, маршал Лу отдыхал где-то рядышком на постаменте. Аллегории Сретенье двух рек мерно лежали на своих ложементах. День обещал влажную просветленную серость, как будто в ней тщательно покопошился Мане. Молодец! Интересно, как ему это удавалось, тогда как он давно перешел за Рубикон. А здесь Рона сливалась не с Лаурой, а с самым настоящим Стиксом. Рядом же была и всему миру ведомая биржа паромщиков, перевозчиков с этого света на тот. Египетский бог мудрости тот не был в восторге от столь поспешно смастеренной реальности, и на реальности моего невольного сна. Я долго бродил по набережной, потолкался и на бирже труда, но мне было отказано. Какие-то тени в почти в венецианских карнавальных масках праздновали не здешние фиесты где-то у себя на том берегу. По-хорошему на тот берег можно было чуть ли не перепрыгнуть с разбега, но мешал, выходивший на набережную, старинный дом с мезонином, было в нем что-то французское, то ли жили в нем отпетые мезантропы, то ли некто в нем состоял в браке неравном, мезальянцам кличут. Говорили не по-русски. Слава провидению, не требовали вещать тарабарить на украинском, не по-божески во Франции все время брендить о казаках по дюнкеркам, они, казаки, давно ассимилировали и даже стали прародителями Жан-Жака Руссо, Ван Ваныча Русика, Ваньки Русявого. О том знатном Русявчике прежде пеклась сама императрица Российская, то ли Екатерина II, то ли ее царственная тетка Пышка Елисавета, дочь Петрова. А все от того, что во все времена российским императорам всегда кого-нибудь подавай, то Гришку Распутина, то Ваньку Русявого, то Саньку Меньшикова, то на не худой конец опять же Гришку Потемкина, эки привереды. Одним словом, и здешним кесарем Гришку Ваньку Саньку вынь да положь, а мне, вновь во Францию прибывшему в баньку бы не мешало, в башке от всего французского только и лепятся пассажи с пасьянцами до виконты с дисконтами. А что толку от них, когда хочется с дороги парку Банного до Самоварца Аведерного? В общем, забрел я на порог того старинного дома. В парадном, вензеля с усищами львинами довокрест, изгибы змаиные, непонятно, но завораживает, как дом радости, который перед самой смертью учудил отец Дюма, чудик отчаянный. Впрочем, дом ушел за долги, а умер Дюма в старой рубашке едва ли не с двумя су в кармашке для прочей надобности. В гульфике обветшалом, впрочем, уточню, перед смертью он сказал своему сыну, меня упрекают в том, что я был расточителен, я приехал в Париж с двадцатью франками в кармане. И указывая взглядом на свои последние деньги на камине, закончил, и вот, я сохранил их, смотри. Ладно, французы в двери, чай, не звери. Чужой Ольков, не город Васильков, звонко пропели колокольцы над входными дверями, и вот уже холл на аглицкий манер со средневековой люстрой под дубовым перекрестием. Мол, если ты не гугенот отчаянный, то покрестись, а чуть гугенот, трепещи. А мне что трепетать, от иудейства не отрекался, но толком его не ведаю, сам себе равен, сам себе служка, сам себе цьотеля, слышу проповедную речь рави, и себе хочу слово сказать, но сам тут же себе три к нему подговариваю, да два за ум засылаю, да три, в за ум, да еще десятка три, без особого ума, но для красоты стиля и речи. Люблю, знаете ли, в чужом городе с кем-нибудь поговорить по душам, тогда как в своем окрестной душе соблюдают некий ко мне естественный пиетет, вежливо натянутую дистанцию держат. А тут, во сне встречает женщина меня со светлыми волосами. Не блондинка, но с пшеничными прядями пышных волос с рыжинкой, вроде бы блеклая, но с блеском особым, словно луной припомаженная, к тому же стройно приземистая, бледнолицая, с ямочками на щеках в костюме позднесредневековой шоколадницы. Явная стилизация, словно эта женщина со своими нарядами видится мне, как и весь мир сновидения. Под особую серую патиной. Начинаю беседовать с ней, на правах вошедшего в собственный сон, запросто, обычно во сне это естественно, что даже не следует излишне ломиться в двери с ноги. Продолжение следует... Продолжение следует...